всем привет мы начинаем новый день у нас сегодня 24 июля среда время сейчас половина восьмого утра я еду поликлинику сдавала перед этим анализы узи делала и вот сейчас надо сходить на прием к врачу который мне скажет что мне можно лететь в космос вышли из дома половина восьмого сегодня день обещает быть жарким но сейчас прям хорошо ветерочек дует и вообще вот у нас на ночь были открыты окна свежий воздух комнате был прям очень хорошо жара чуть-чуть отступила вчера было двадцать двадцать три градуса сегодня обещают 25 так что у нас комфортно хорошо прям радости моей нет предела что жара отступила потому что я плохо переношу жару что поедемте но все время 9 утра еще нет а я уже освободилась сказали все хорошо космос конечно не возьмут но жить буду это самое главное у нас на улице так хорошо что даже домой идти не хочется дома наверно сейчас будет душно наш солнышко ужас зашло сейчас нагреет мне балкон и будет очень-очень жарко ну саму над идти посидела чуть-чуть надо идти кстати хотела вам показать я вчера на стриме сказала о том что у меня нет дома совушек у меня есть дома совушки я совсем забыла у нас вот такие маленькие мы с геленджика их привезли вот такая большая совушка и еще у нас была средняя совушка вот которые как раз и разбилась а то я совсем забыла что у нас есть совушки лишь ты помнишь что у нас есть совушки тоже забыл и я забыла только сегодня что-то зашла в зал так и смотрю совушки стоят думаю о а я людей ввела заблуждение да сказал что у нас нет совушек и вот тут у нас слоники два маленьких и один большой вот такие вот у нас еще слоники и хотела вам показать свое вязание вчера я людмиле из орла обещала что покажу у меня сейчас вот такая кофточка связано у меня похожая есть кофточка которую я вязала лично себе точно такая же вязка точно такая же пряжа только другого цвета это 20 процентов мохера она видите с металлизированной нитью красивый очень цвет у меня светло-серый а это немножечко с розовым такая кофточка еще у меня вот такая футболочка связано вот такая летняя футболочка маленького размера она ну маленького в сравнении со мной размер у нее где-то 46 такая футболочка симпатично смотрится и сейчас я вижу из пуха норки вот такой рисунок у меня дорожки тут у меня шкаф еще открыт потому что я вязание достала время у нас кстати сейчас половина девятого мы с алексеем решили прогуляться но еще не совсем стемнело но солнце уже садится так что пойдем сейчас прогуляемся чуть-чуть около дома но и конечно же берем вас с собой без вечерних прогулок у нас не обходится мы сегодня в город никуда не едем прогуляемся около дома здравствуйте спасибо мне приятно спасибо молодежь у нас во дворе я не знаю мне кажется они даже не из нашего дома но часто сидят около нашего дома и вот мне сказали что они меня смотрят знают мой канал мне очень приятно а без вечерних прогулок да у нас не обходится потому что в квартире тушновато к нам наверно опять жара возвращается сегодня 25 было а завтра 27 или 28 обещаю здрасте наш соседка шестого этажа это в какую тонут пойдем район ну пойдем по райончику от алексей здоровался с вами подписчиками а здравствуйте уважаемые подписчики добрый вечер уже можно говорить да ну они что будет когда смотреть кто утром кто днём ну да но утром здоровался по моему перед тем как нам врачуются здоровался не помню когда утро было ну по-моему да знаете я сейчас договорю и переключу камеру хотела спросить у вас знаете мне многие подписчики пишут о том что как-то стало мало на моем канале домашних видео видео из дома ну как где я убираюсь там готовлю что-то еще делаю комнатные растения снимаю или еще что то в общем стало мало домашних видео я вот хочу вам пояснить во первых у меня дома работает кондиционер кондиционер у меня напольный он достаточно сильно будит и поэтому мне некомфортно снимать видео во вторых дома очень жарко окна ну как если я кондиционер выключу то мне во первых само будет жарко некомфортно во вторых я максимально закалываю волосы дома и не хотела бы показываться вам в таком виде а другие люди а другие зрители моего канала пишут наоборот что хорошо что стали проходить стримы и у вас как бы появилась возможность позадавать мне вопросы на которые я могу полноценно ответить потому что вы же сами понимаете что в комментариях много не напишешь и вот я хочу у вас спросить какие видео больше нравятся вам я так понимаю что есть аудитория на моем канале которые мне нравятся вот эти все поездки на пруды на озера люди на меня подписались именно из-за того что у меня на канале домашние видео видео из дома вот напишите меня пожалуйста какие видео больше вам нравятся мои видео из дома где я готовлю убираюсь комнатные растения показываю видео как мы ездим за город на пруды на озера меня сегодня кстати дмитрий еще пригласил с алексеем съездить село тайное поснимать село тайное там новый мост построили и деревни вязки и еще там дмитрий нас пригласил поселок стрелецкий в общем опять возвращаясь к этой теме напишите мне пожалуйста в комментариях какие видео вам больше нравится смотреть какого формата значит первое мои домашние видео видео из дома как я готовлю убираюсь там стираю комнатные растения видео с нашими поездками по орловскому краю с купанием в фурдах и озерах или вам нравятся стримы в которых у вас есть возможность поздавать с нами вопросы и как бы сами пообщаться можно сказать лично или вы смотрите весь мой контент какой я выкладываю вот напишите мне пожалуйста я хочу посмотреть каких зрителей у меня больше на канале и возможно сделаю упор именно на этих видео просто домашние видео где все время дома убираюсь готовлю мне кажется это быстро надоедает потому что это происходит у каждого дома каждый день одно и то же ничего не меняется но опять же я говорю все люди разные и возможно кому-то именно такой контент больше нравится в общем жду от вас обратной связи конечно я постараюсь снимать и домашние видео и поездки свои и стримы постараюсь все совмещать но у меня не на все хватает времени и вообще сейчас когда до свадьбы осталось можно сказать две недели у нас очень напряженные эти две недели и у меня не всегда получается даже записывать видео монтировать видео так что потерпите пожалуйста все наладится сейчас в августе жара наверняка спадет уже такой не будет так что все будет идти своим чередом куда-то меня алексей завел я за ним иду тут сплошная помойка а алексей его снимает а я за ним это понимаете да надо поснимать и людям показать правду вот так вот знаешь правду вот такую правду они у себя в жизни видят надо положительный контент показывать что б я без вас делала б не знаю вот сидела дома настроение как-то упало мне соседка сказала что умерла женщина с которой мы раньше жили в старом районе ну наша бывшая соседка завтра прощание будет около дома в двенадцать но мы поедем с алексеем я не знаю ли она поедет нет будет отпрашиваться с работы или нет а мы с алексеем точно поедем и как-то у нас ранее подупало и лёша говорю пойдем прогуляемся по райончику по нашему чуть-чуть еще и голова что-то сегодня болит то ли погода меняется не знаю вообще телефон писал что у нас там угрозы обещают но небо очень чистое голубое сейчас переверну вам камеру а то вы все время на меня смотрите а что я вижу вы тоже не видите такой у нас хороший райончик по которому мы гуляем ну на фестивальной где мы жили там был частный сектор немножечко другое ну конечно многих людей знали во первых там частный сектор там все друг с другом общались и к тому же мы там прожили то 20 лет а здесь а здесь то мы недолго живем ну да закат кстати красивый правда закат красивый что-то мои подписчики таки катя и андрей из красногорска пропали ну они точнее уже даже наши друзья не просто подписчики а еще и наши друзья вот и что-то давно они не пишут мне обычно катюша мне кружочки в телеграме присылала а сейчас что-то не присылают может чем-то занято не знаю и в комментариях под видео что-то давно я катю не вижу кстати сейчас летом вообще мало просмотров даже стримы и то гораздо лучше смотрят чем чем мои видео летом кто на огородах кто в отпусках кто чем занимается а вот поэтому просмотры конечно упали сейчас мало просмотров а стримы а стримы кстати лучше смотрят чем обычное видео младые люди сзади меня но они достаточно на ну на большом расстоянии от меня кричат о местные стримеры идут мы вам вчера сердечки ставили кстати вот я знаю что ну многие подписчики мне написали что нет домашних видео а я вам хочу сказать что стримы смотрят гораздо лучше больше людей и не только мои подписчики и просто люди заходят может быть youtube лучше рекомендует не знаю алексей стрижей наверное снимает а ты рассказывал подписчикам что они у нас в окне жили стрижи ты же стрижей снимал лени спать не давали прям под этим под окном мы жили на втором этаже а они под крышей на дом двухэтажный вот наверное с пяти утра начинали вот чирикать там и наверное до самого вечера и даже ночью они там у нас в глазах птенцы когда маленькие были появлялись и они там что-то не знаю разговаривали чирикали так хорошо было слышно кстати а ты заметил что он аж двор весь такой окошенный а здесь ничего не окошено здесь это жил эксплуатация а я не знаю но ко двору относятся вот эта территория мне кажется она даже я не знаю кому дорогу общего пользования ну у нас то дорогу общего пользования где остановка косят уже наверное за это лето раз пять лес косили ну вот смотри а здесь то покошено ну это наверное частный сектор нет ну вот покошено Это вдоль дороги, видишь, дорога идёт. Ну, в общем, у нас во дворе всё покошено, а здесь какие-то прям заросли. А вот здесь прям какие-то заросли. У нас очень часто в городе возникают проблемы, не раздела территорий. Где чья территория, там, как она лежит, какая короба, какая... Пойдёмте с вами по частному сектору пройдёмся. И по частному сектору дойдём до дома, где Лёшин брат купил квартиру, Дима. И потом вдоль дороги вернёмся к себе домой. Так, давайте такой маршрут сделаем. Я, кстати, сегодня отдала три модели вязаных. Ну, симпатичные модели. Одна такая базовая, обычная, хлопковая. А две были в составе полушерсти. Не полушерсти, а... Забыла. Наверное, процентов 20 шерсти было. Я сегодня отдала, но... Тому... Ну, той женщине, которую я вязала, она просила меня не показывать в интернете её модели. Хотя базовую можно было показать, потому что она просто базовая, хлопковая. Под джинсы, под юбку, под брюки. Сверху платье, сверху сарафана можно одеть. Обычно базовая. Ну, попросила не показывать. Ну, ладно. А мне хотелось показать вам... Напишите, пожалуйста, в ваших городах стало модно улицы перекрывать шлагбаумом, как вот мы сейчас с вами прошли. Видите, у нас вот улицы стали... Стало модно перекрывать шлагбаумом. И где при чём все дворы? Да, многие дворы перекрывают в своих нароэтажных домах. Частный сектор перекрывает шлагбаумом. Я, правда, не знаю, как они это согласовывают, такие проезды. Вот у нас это стало очень модно. Вот мне интересно, в ваших городах есть такое? Зато в такси хорошо. Когда работаешь по дворам, не тыкаться там этих между машин поездок... Нет, ну сюда-то ты приезжаешь. Просто потом здесь развернуться-то негде. Видишь, достаточно узкая улица. И получается, люди такси сюда вызывают, а потом ты едешь задом до перекрёстка... А он открывается. Я тут раз открывала, а тоже подъезжала, молодой. Ну, мне не открывали. Я открыл? Я семью везла. Муж, жена и дочь такая лет 14-15. Они мне не открывали. Вот это, кстати, не закреплённый. Я их посадила и потом задом сдавала до перекрёстка и там разворачивалась. Потому что здесь развернуться негде. Знаешь, чем больше сможет созревать рябина, чернополитная всё это? Хороший ялок. И больше понимаешь, что лето скоро конец. Ну, что делать? Лето тянется у нас пока сейчас до свадьбы дело. А после свадьбы уже всё, осень. Будем к осени готовиться. Но мы будем готовиться и к отдыху. Да, скоро Новый год. Ну, может быть, на Рождество в Снежку съездим. А на март, может, в Сочи. Посмотрим. На несколько семей я так смотрю. Вон вход. Сзади вот вход. Он как будто как разделен. Мне больше вот такие, поменьше домики нравятся. Более удобно, да? И убираться легче. Ну, да, видишь, какой маленький домик. Квадратов на 60, наверное. А всё, что на что? Хоро, сколько живёшь? Мне большой дом не нужен. А кого-то заобделаны, покрашены красивые домики. А кого-то обшарканы. Дом сейчас ухаживать за домом, это очень дорого стоит. Очень. Квартира подешевле обходится, чем дома. То крыша потекёт, то фундамент посыпется, то забор рухнет. Ну, огород тоже. Тоже много вложений в огород. Елочка такая густая, красивая. Она, наверное, обстрижена. Видишь? Тут, наверное, машину ставят, видишь, её пообстригли. Поэтому она такая густая стала. Вот такая вот она густая. Ну что, поднимемся туда, где у Динки квартира. Можно на качеликах там качаться чуть-чуть. А там закрытая территория. А, мы ж не сойдём тут очень. А у меня ключ в Ларвусе. А, у тебя есть ключ? Да, таблетка-то есть. Ну, ладно. Тогда просто сейчас пойдём к дому в той дороге тогда. Да, ну, по-частному секту, кстати, приходим гулять. Мне очень нравится. Ну, ты хотел же, как на фестивальной. Да, да. Ну, вот и гуляй, как на фестивальной. Не леди, не машин, кошечки бегают. Мне ещё завтра надо заехать в магазин, где конфеты, где кондитерская. Купить конфеты вдохновения на выездную регистрацию. Нам там шампанское нужно будет и конфеты. Кстати, в этом году я смажу яблок, но уж как-то мало. Но мороз был, очень сильный мороз в мае. И вишни не было особо. Наследование только, что его побило. Смотри, кто спрятался под красной машиной. Сидит, он за нами следит. Спрятался в домике. Просто захочешь машину украсть. Ты думаешь, что это живая сигнализация? Ага. Заново здесь хватит. Знать, сколько мы метров 20 прошли, уже третья кошка встречается. Хорошо, что не собаки. Вот в этом доме, вот в этом разноцветном у Лешиного брата квартира. Почти сосед. Да, почти сосед. Это мы просто круг дали. А так от нашего дома до этого дома минут 5-7 идти. Я думала на качелях посидеть, на лавочке. Я забыла, что там двор огорожен забором. И нужен ключ. А ключ Леша не взял. Леша, там пристает кошка. Ты с ними фотографируешься? Да, я здесь лаву пусть фотографировала. Она хочет стать здесь дорогим. Да? Ты спрашивал у нее разрешение на съемку? Она спокойно так попозировала. Попозировала? Ага. Вот Симба вообще на камеру не работает. Он просто садится, отворачивается от камеры и все. Мы, кстати, после стрима заезжали к ребятам. К Лене, к Диме. И Леша играл с ним в прятки. Я не могу вообще. Как только мы на порог становимся, Симба сразу начинает играть с Лешей в прятки. Причем мы ему не говорим, там, Симба, да, играть в прятки. То есть, если Леша пришел, значит, Симба играет в прятки. Ты один глаз из-за ящика. Да-да-да. Все, играет в прятки. Сначала поносится. Так чудно вообще. У нас и Клёпа играл всегда. Да, у нас Клёпа тоже всегда играл в прятки. Но тоже только с Лешей. Может, я Юрий Куплачев? Да, ты наверно. Дрессировщик кошек? Да. Я рад заняться этим делом. Ну, нафиг, такси. Бросай такси, дрессируй кошек. Куплю себе десять котят и буду их дрессировать. Потом буду выступать с ними. Ну, можно так. А можно дать объявление, что ты дрессируешь котят? Нет, нет, я хочу своих дрессировать. А, своих? Да. Чужими котятами нужны. И буду ездить с гастролями повсюду выступать. А ты будешь моим ассистентом. Хорошо. Круто ему придумать, да? Ну, мы с тобой всегда вместе. Ну, а как? Вот здесь у Лёши брат купил квартиру. Ну, он ещё её делает. Ещё ремонт там идёт. Но нам не придётся на площадке посидеть. На качелях покачаться, потому что... Двор закрыт. Двор закрыт. Нет, наверное, можно Диме позвонить. Он, наверное, может с телефона открыть. Нет приложения. Ага. Ну, плохо. Вот, заборчиком тут всё огорожено. И не зайти. Ну, ладно. Ничего страшного. Нет. abe par Украинский. Ничего страшного. Нет, не erwarte humans. В sleeve buried. Она hugutка. На знаем, что нет�. Н圖片 в tracks. Наталья. Это тоже, посоветесь до номер 5 лет. Наталья. В первый раз, если они не могут найти, wei прям на, что все? Вот здесь, видите, тоже стоит шлагбаум. Они поставили шлагбаум, чтобы через их двор не ездили вот в этот, на раздольную 15. Чтобы раздольную 15 ездили через кустовую. Вообще ездить. Какой морал. Видишь, дороги не поделят. А вот эта дорога туда, на Кузнецово? Да, на Кузнецово туда. Нет, на Кукушкино, получается. А, это Кукушкино, да, улица. Всё, как хитро. Вот, чтобы никто не выезжал сразу на кольцо, видишь, поставили шлагбаум. Так отсюда, снизу, на кольцо нельзя себе. Как-то нас летать на поворачивание нужно. Ну, там сплошную нарисовали, но это же ничего не значит. Ты же сам знаешь, что всё равно будут все ехать. Они специально поставили себе шлагбаум, чтобы через их двор никто не ездил. Потому что на раздольную пятнадцать, согласись, лучше проехать через кольцо, чем через Кустово, правильно, по узкой дороге. Да, я буду целыми, но один дом будет ездить, ничего страшного. Да, вот и ты так считаешь. А жители этого дома не согласны с тобой. Он на 27а ездит через наш двор. И нас это напрягает. Иногда из подъезда выйти невозможно до своей машины. Потому что там носят, как угорелые, через двор. Ну, если не нравится, значит, надо в деревне жить. Тогда это город. Я не хочу в деревне жить. Благо, и что в нашем доме никаких пивнушек нет. А вот в соседнем доме есть пивнушка. А шлагбауму, я думаю, каша мне помеха. Ну, я поняла, но всё равно. Сейчас шлагбаум будет пролазить. На улице уже так тёмненько. А ты видел сегодня в соцсетях? Машина грузовая какая-то загорелась у нас на силикатном. На конёвке. На конёвке? Там вроде на силикатном написано. Ну, вроде это зерновоз. Ну. А вода электрические он задел, водитель погиб. А написано на силикатном. А вот, наверное, дорожка идёт на ту. Мы же к дому уже идём. Время-то уже поздненькое. Не, это ж на наш этот тротуар выходит. Ну, пропинки, да? Да, да. Вот у нас тут асфальтовая дорожка. Заасфальтированная. И вот уже уголок нашего дома торчит. То есть, вот смотрите, как близко. Сейчас вам покажу. Вот угол нашего дома. Вот он. А вот дом Лёшиного брата. То есть, вообще рядом. А вот здесь у нас, получается, живёт Лена с Димой. Вот здесь. Волховский микрорайон. В общем, у нас тут всё близко. А вот здесь у нас, получается, сватья живут. На 17-м этаже. И огни у них с балкона выходят как раз прямо на наш дом. Наш дом. Вот. Вот здесь, получается, дом Лёшиного брата. А где Лена с Димой живут, это вот здесь. Вот тут. Всё рядышком. Ко всем можно пешком дойти. Всё близко. Всё на микрорайоне. Что? Комару кусаются. Я показывала, где Димина родители живут. Ты остановился, и тебя начали кушать? Да. А они же кости не грызут, у них нет зубиков. У меня ещё есть мясо. Что? Я ещё чуть-чуть ешь мясо. Откуда у тебя мясо? У тебя одни кости, посмотри. Сделай, зылай есть. Да, не придумывай. Ну, как бы он сразу, ты собреклосы посажена. Лавочки сделали. Да это же давно, ещё когда мы приехали жить сюда. Лавочки все были. И вот те деревья, вообще, кусты были маленькие. А сейчас глянь, какие уже хорошие. Ну да, это засохло. Вот сделали бы здесь сперед, правда, такой. Ну да. Я не знаю, я вообще уже вам рассказывала, но у меня на канале много новых подписчиков. Мы раньше жили в рабочем городке, район такой. И нас, когда расселили, то многие соседи стали нашими соседями здесь. Представляете, вот некоторые вот здесь живут, некоторые в соседнем доме от нас. У нас 27, а наши соседи в 27А живут. Трое как минимум. Один вот здесь вот. Да, да, я показала. Ага. Были нашими соседями и остались нашими соседями. Это же косты отеляет черепой. Ну да. Слушай, а комары, они же жир не сосут, да? А почему меня тогда за ноги кусают? А почему они тогда кости не едят? Жир не сосут. Кровь. Так они же до крови, до моей не доберутся через жировую прослойку, правильно? Я думаю, что я этот нос сломаю. Через жир? Но могут утонуть. Порожечки сделали. Какой-то дом я забыла. 25. А, 25, раздольный 25, да. Но они некоторые на остановку вызывают такси. А им купили, да, пришел, чем по дворам там объезжать, на тот самороченный подъезд такой. Ну да. Дома старые. Сколько не забыли? Да, это старые. Кузнецова 10, раздольная 25. 21. 21, они у них это старые. 25. Мы уже подходим к своему дому, поэтому будем заканчивать данное видео. Хочу вас всех поблагодарить за то, что меня смотрите, за то, что ставите лайки, пишите комментарии. Большое всем спасибо. Жду от вас обратной связи. Пишите комментарии. Пишите свое мнение по поводу того, какие вам видео больше нравится, какой контент. Всем спасибо. И пока-пока. Пока-пока. Качайся. Видите, видите, вы говорите, у меня Леша добрый и хороший парень. Но не так сильно. А то у меня сейчас это, подписчики все упадут. Сейчас солнышко. Видите, что он делает? Вас еще не тошли? Нет? У меня уже начинает. Главное, чтобы вы не упали у меня. А вы говорите, что он добрый и хороший. Кажите, меня веришь или нет? А он губнит на меня. Сама раскачивайся, говорит. Не хочет меня раскачивать. Сейчас ножка под себя вперед. Под себя вперед и раскачивайся. Ну, не так сильно укачаются с моих подписчиков. Дорвались, докачались все-таки. Раз мы раздольные 15 не покачались, то здесь покачаемся. Так, качели не для маленьких. Не лезь к маме. А какой у тебя канал, Лиска, спрашивай? Канал у меня? Татьяна Стаблецова. На ютубе, на Дзене. Ой, дожили. Не знаете, как соседи зовут. Надо знакомиться-то, Лиска, как говорится. Да, да, да. Имя и отчество, и фамилия. Да, да. Татьяна Стаблецова канал. А я думаю, что она меня садовила. Она будет много. Думаю, ее канал. У меня тут новая подписчица появилась. Соседка с шестого этажа. Соседка с шестого этажа. Молодец, спасибо. Помаши хоть ручкой. Сама себя потом посмотришь. Вот молодец какая. Я во дворе начинаю пользоваться успехом. Так, пойдешь и подписчаешься. А вот здесь у нас балкон на третьем этаже. И я все время смотрю на вот этот прекрасный лес, который передо мной. И я все время смотрю на третьем этажа. 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 И я все время смотрю на третьем этажа.